друзья всем привет завершаю делать разбор китайских компаний с листингом на гонконге который примерно уже месяц назад появились на санкт-петербургской бирже сегодня разберем последние пять компаний которые нельзя сгруппировать в какой-то один сектор скажем так я называю их разное хотя не конечно же представители своих секторов но вот они все по отдельности вот не получилось не их как-то сгруппировать до этого я разобрал уже 30 компаний из финансовых банки банки финансы страхование авиакомпания компании которые добывают различные виды ресурсов строительные компании энергетические компании автомобильные компании полупроводники медицинские компании очень много их было и вот последний выпуск был производственная компания различные производства различных товаров и услуг нет только только товаров только товар и соответственно сегодня мы завершаем этот разбор пока новых компаний не появится на спб бирже как появится то будем продолжать эти разборы делать и сегодня мы разберем следующие пять компаний первая компания china oilfield services это бурение нефтяных и газовых скважин вторая компания china tourism group duty free специализированная торговля третья компания china tover corporation предоставление комплексных телекоммуникационных услуг четвертая компания high deal all international holdings деятельность ресторанов и последняя компания cosco shipping holdings деятельность морского транспорта и так давайте начинать все компании разберем надеюсь будет интересно и полезно и первая компания в нашем разборе china oilfield services компания небольшая 70 миллиардов гонконгский доллар капитализация компания представляет услуги комплексных услуг по добыче нефти на шельфе материкового китая и за рубежом компания занимается услугами по добыче нефти такая сервисная компания получается давайте ее разберем начнем с финансового здоровья мы видим что много лет подряд компания ну практически не меняла свою балансовую оценку такой легкий легкий рост был с 30 там 5 миллион миллиардов юаней до 39 40 ну то есть относительно небольшой рост по балансовой оценке вот за последние годы у компании был но из плюсов то что компания в это время и имела большие долги и она их сокращала все-таки идет некоторое сокращение долга это конечно же плюс ну а вообще долг довольно таки большой и это принципе нельзя не видеть что касается цифру компании практически 22 миллиарда юаней долго и кэша всего лишь 5,3 миллиарда юаней то есть сказать что баланс идеальный я совершенно не берусь хотя мы конечно видим что сокращение долгов идет может пас вот с 2020 года особенно заметно но тем не менее долг все еще компании большой и кэшами также много и была бы компания это интересно если бы она платила какие-то существенные дивиденды например или было бы очень дешевая но ничего такого нету что касается дивидендов компании платят 3 десятых процента то есть совсем ни о чем и роста дождается рост вот в этом году около трех процентов будет платить если по текущей цене купить акции этой компании и 33 ты целых летятах если в 2024 году ну в любом случае дивиденды не особо существенно чтобы прям и и покупать акцию эту из-за дивидендов это не очень дивидендная бумага метрики давайте посмотрим насколько она дешевая 39 папа на и то есть совсем не дешевая прям я бы сказал дорогая очень дорогая компания просту селс 11 недорого проекта бук 09 тоже недорого то есть вот папа на и дорого по остальным метрикам принципе дешево да мы видим что по сравнению с конкурентами компаний стоит дороже что здесь еще интересного компания примерно в 2 с половиной раза дороже чем среднем по сектору то есть вот папа на и очень сильная перья купольность очень дорогая оценка но возможно это какой-то временный эффект возможно по форму на и уже все не так плохо но вот здесь меня туда этих данных оформленная значит по оценке по цене сервис считает что акция стоит дороже справедливый на примерно три с половиной процента то есть не видит потенциал существенного роста стоимости акций и давайте посмотрим что там насчет роста прибыли выручки вот это наверное самый главный момент компания ожидается вот в этом году рост прибыли примерно 34 процента да вот мы видим вот 21 22 год прибыль компании была очень маленькая 313 миллионов юаней 435 миллионов юаней 614 923 и вот соответственно последний квартал уже было два с половиной миллиарда юаней после вот этих 400 до 600 миллионов это конечно существенный рост и в этом году ожидается что уже будет прибыль 3,67 миллиарда юаней то есть но действительно нравится большой рост прибыли и выручка тоже у нас вырастет но даже вот в этот период когда по прибыли было падение выручку продолжал компания расти то есть есть компания задела по поводу роста прибыли и выручки это наверное единственный плюс по компанию который я вижу из того что вот мы сейчас посмотрели потому что финансовое здоровье как бы проблем нету но совсем далеко не идеальная дивиденды ну ни о чем очень дорогая ну давайте посмотрим на графике может быть там есть чему-то скажем так так компания чайного филд сервис с цена текущая 8 долларов 60 центов гонконгских долларов что мы можем здесь видеть на дневном таймфрейме у нас идет падение мы пробили 200 дневную скользящую и если бы эта компания была оценена ну хотя бы там по 15 понае я бы наверно сказал что дешево надо брать и скорее всего продолжить свой рост но учитывая вот эту вот стоимость текущую компанию совсем не дешевую ну не знаю компания связана с нефтянка конечно и будет она на нефть стоимость нефти скорее всего реагировать вот поэтому здесь наверное больше вот именно нужно смотреться на стоимость нефти ваши ожидания от этого ресурса будет ли она расти или падать в моменте что можно сказать по индикатором риса и зарос второй индикатор 1 красная свечка то есть тут такая как бы 50 на 50 по индикаторам но мы значит прошли вниз 200 дневную скользящую и пытаемся вернуться в принципе это может говорить за рост больше чем за падение то есть вот прям день-два смотрим если мы вернемся за двухсот дневную то наверное мы продолжим расти но я не думаю что тут какой-то существенный рост прям будет ну процентов 12 минутам 15 но максимум 22 процента мы можем вырасти по этой компании вернуться на хоре и вот январские ну вот судя по метрикам мне сложно представить что она будет прям очень сильно расти хотя конечно прогнозы у компании прям приятные но допустим вот сейчас у неё по на е что сейчас разглянем сколько по на е по на е 39 практически 40 по на е и представить что будет допустим двукратный рост с восьми с половиной до 16 это будет что 8 спина и нет ну конечно всякой дурь бывает в жизни но для нефтяной компании по на е 80 прям совсем неадекватно и я такое практически не видела никогда поэтому 40 тупо на е уже прям капец как дорого но вот поэтому я вот по этой компании не вижу большого роста котировок но там 20 30 процентов наверно это максимум вот поэтому это надо иметь ввиду и что можно сказать по этой компании принципе она не сказать что плохая но искать чтобы супер хорошая главные моменты из плюсов то то что у нее большой потенциал роста прибыли и выручки но она дорогая поэтому за счет того что дорогая я не вижу потенциала роста котировок так но на этом все давайте переходить к следующей компании вторая компания в нашем разборе чайна турина группа duty free компания управляет магазинами беспошлиной торговли в китае занимается оптовые розничные продажи товаров беспошлиной торговли таких как табак алкоголь и благовония и изысканные изделия занимается туристическим розничным бизнесом коммерческими комплексными инвестициями и девелоперском бизнесом общем такая компания туристическая duty free думаю все понимают что такое duty free компания довольно таки крупная капитализация четыреста двадцать семь миллиардов гонконгских долларов самая крупная компания из сегодняшнего списка ну давайте про компанию все поподробнее посмотрим начнем как всегда с финансового здоровья это одно из самых важных в любой компании начинает разбираться с ее с финансами то есть все плохо с финансами то даже смотреть у нее не стоит итак мы видим по отчетам такие данные что у компании постоянно росла балансовая оценка и вот в двадцать втором году она еще раз очень сильно выросла потому что мы двадцать втором году по этой компании собственно увидели айпио айпио компании с случилось совсем недавно двадцать втором году только она началась поэтому здесь видимо случился рост балансовой оценки также в этот квартал мы видим небольшой рост долга раньше вот компании вообще долги были в районе там каких-то 400 400 400 400 миллионов юаней а вот здесь аж под 3 миллиарда взяли долг но в цифрах компании все-таки долг совсем небольшой 3 миллиарда юаня долг к кэшу компании 23,4 миллиарда юаней то есть в примерно семь восемь раз кэша больше чем долго баланс идеальные проблем вообще никаких нету баланса оценка все время росла на первый взгляд кажется все просто очень шоколадно а давайте посмотрим потенциал рост прибыли выручки все очень действительно приятно выглядит у этой компании ожидается огромный рост на несколько лет подряд а прибыли и выручки вот прибыль в этом году ожидается рост на 35 процентов очень много конечно ну понятно опять же почему потому что туристический бизнес китая в двадцать втором году был очень проблемным из-за к вида и так далее и соответственно сейчас кто нас открывается поэтому действительно можно предположить что эта компания все будет очень очень хорошо с ростом прибыли и выручки это логично это логично так давайте посмотрим другие метрики в общем по прибыль по росту прибыли выручки компания все шикарно но не шикарно по текущей оценке по на и у нас простой линка практически 77 это просто космически дорого прось ту селс 7 и 1 запредельно дорого ужасно дорог просто бук 8 по всем метрикам компания оценена просто нереально дорого совсем прям неадекватные оценки да по сравнению с компаниями в секторе компания самая дорогая просто какие-то космические оценки по ней есть она в четыре раза дороже чем среднем по сектору и по мнению симпл волстри дороже чем справедливые цены вот то есть супер перспективная компания которая ценена супер дорого получается так давайте посмотрим эту компанию на графике как я говорю она совсем недавно вышла на ipo в августе 22 года и вот в день айпио компания вырастала на 30 процентов и потом еще вырастала на 80 процентов за несколько месяцев вот такие айпио мне гораздо больше нравится чем те которые чаще всего проходят в россии когда айпио все немножечко график перевернутый да и так как здесь все наоборот ну то есть с цепи общей компанией росла на 132 процента где-то за полгода и вот стал момент вот с января с января компания нас падает падает и падает и по индикатором что можно сказать рс и она в принципе уже давно на полу валяется но это не мешает компании падать дальше второй индикатор у нас все еще красные линии поэтому нельзя говорить что мы например завтра вырастем хотя вот сегодня у нас был рост на четыре процента а вот то есть о чем можем говорить о том что разворот может быть парит компании конечно же мы можем можем увидеть рост но оценка очень 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 дорогая еще раз давайте вернемся по на и у нас практически 77 соответственно сколько-то компания должна стоить чтобы она была ну примерно адекватно оценена то есть например мы берем и в два раза падаем 190 ну то есть 100 практически 200 до 200 значит это к сотке нужно упасть чтобы хотя бы примерно она стала чуть-чуть адекватной нужно упасть где-то к 100 гонконгским долларом а то и ниже 8070 был бы адекватно для акции этой компании поэтому пока цена неадекватная и я бы сюда не входил потому что ну конечно же мы можем взять и вырасти еще процентов так на 40 а потом упасть процентов не знаю на на 60 на 70 это был бы тоже нормально общем пока это волатильная бумага и я бы наверное не рекомендовал в нее заходить конечно компания очень перспективная с точки зрения прибыли и выручки но ее текущие оценки это не знаю как тесла и или дороже хотя компания всего лишь туризмом занимается да не какие-нибудь космические технологии или что-то эдакое а всего лишь туризм понятно что туризм братья в китае будет расти у нас и вот 23 год и вероятно 24 будет прийти на для туристического сектора но не так чтобы она стоила под 80 по на и в любом случае вот поэтому ну я вы по текущим компании не покупал вообще компания мне нравится но мне не нравится ее оценки поэтому пусть она упал бы винта до 70 гонконгских долларов тогда можно было бы рассмотреть покупки эту компанию вот такое мое мнение а что вы считаете пишите в комментариях давайте идти далее к следующей компании так а третья компания нашем списке это чайна товар компания средняя капитализация 163 миллиарда практически 164 миллиарда гонконгских долларов компании представляют услуги по инфраструктуре телеконационных вышек в кнр компания занимается строительством обслуживанием и эксплуатацией вспомогательных объектов базовых станций таких как телекоммуникационные вышки и покрытие сетей общего пользования на высокоскоростных железных дорогах и в метро также крупномасштабных систем распределения внутренних антенн понятно есть компании строят вот эти вот вышки и сдают их в аренду различному телекоммуникационным оператором 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 связи мобильная связь и так далее в общем бизнес такой очень даже неплохой практически коммунальный бизнес вот и мне принципе обычно нравятся такие компании но давайте посмотрим поподробнее вот все детали что у нас есть так начнем с финансового здоровья какое оно у этой компании и так мы видим что с 2019 года компания очень медленно но верно растет балансовая оценка прям как по линейке 180 181 181 с половиной 182 с половиной 184 186 188 ну так общем по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть каждый квартал и все больше и больше балансовая оценка но еще большой плюс а в том что также каждый квартал все меньше и меньше и меньше долго то есть не сказать что прям уже здесь мы видим идеальное финансовое здоровье на на очень хорошая а учитывая что это полукоммунальные услуги которых часто долги бывают чуть ли не больше балансовой оценки и это тоже бывает нормально мы видим все-таки рост балансовой оценки и сокращения долгов это просто изумительно для компании такого сектора в цифрах компании 57 миллиардов юаней долго и кэша 6,3 миллиарда юаней то есть сильно меньше кэша то есть кэша примерно в 10 раз меньше чем долго но можно в 9 9 9 с половиной но и это как я уже говорил нормально потому что компания такая как утилитис и это общем нормально для этого сектора компания обычно имеют долгосрочные контракты соответственно либо с государственными предприятиями либо с коммерческими тоже долгосрочные контракты то есть с различными чайной целиком чайный мобайл и так далее скорее всего вот с этими компаниями у нее долгосрочные контракты по которым она ежемесячно получают свои деньги и может спокойно и инвестировать в дальнейший рост инфраструктуры такие компании мне всегда нравится всегда их рекомендую покупать но так знаете на долгосрочную перспективу и вот учитывая вот эту тенденцию роста баланса оценку и падение долго это конечно же хорошо давайте посмотрим насколько у него вот компания потенциал роста прибыли выручки это важно и потом еще дивиденды посмотрим ну в общем все посмотрим так потенциал роста прибыли в этом году 16 с половиной процентов и мы видим как практически по линейке такая линия начерчена где постоянный постоянные роста и прибыли и выручки вот сейчас компания восемь целых восемь десятых миллиарда юаней прибыль была в двадцать втором году в двадцать третьем году 8 практически уже 9 миллиардов юаней потом в двадцать четвертом году 10 целых шесть десятых миллиардов юаней прибыль то есть вот каждый год будет продолжаться увеличение прибыли и выручки это очень конечно же хорошо то есть по будущему эту компанию никаких вопросов нету все прекрасно только если не знаю не придумают какую-то технологию технологию передачи знаю связи без проводов без вот этих вот вышек то есть какая-то не знаю супер технология перемещения не знаю из одной точки в другую которая разрушит этот бизнес может можно ли это представить в принципе я думаю это возможно по моему даже что-то такое изучается но я думаю ближайших лет знаю 20 вряд ли такое случится хотя конечно ничего не исключать и и поэтому нельзя ни в одну компанию в том числе в это вкладываете какие-то слишком большие деньги а депозита если вы решите купить эту компанию все равно нужна умеренность даже вот в той компании которую можно спокойно рекомендовать инвесторам эта компания как раз из таких на мой взгляд так в общем по прибыли выручки все хорошо по балла по финансовому здоровью скажем так она не идеально но все понятно почему все это так происходит у компании 6,3 миллиарда юаней и с этими деньгами компания спокойно и дивиденды платят скорее всего и долг сокращает мод по факту это видим и балансовая оценка рассчитывать все 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 хорошо а вот поэтому и прибыль выручка тоже компания ожидается рост да еще она недорогая 16 6 папа на е ну относительно своего сектора я думаю это недорого просту селс 16 тоже недорого просто бук 08 вообще дешево да мы видим что по сравнению с конкурентами оказывается она дороже оценена но я все равно считаю что это относительно недорого нам еще посмотрим какие дивиденды компании пасть может там процент всего лишь и из-за этого не интересно то есть нужно полностью комплексе все оценивать компания немножко дороже чем среднем по сектору но по мнению сервис символ стоит имеет потенциал рост примерно ну x3 x 2 с половиной где-то можно сделать по этой компании чтобы достигнуть справедливой оценки в общем сейчас она дешево оценена по дивидендам давайте посмотрим насколько они привлекательны и ну четыре процента дивиденды не так уж и много но вот что приятно видеть то что компания ждается постоянный рост дивиденды доходности то есть например если сейчас купить и вот эти вот примерно четыре процента дивидендов получать то через год это уже будет пять процентов еще через год 6 половин процентов то есть ожидается существенный рост дивиденды доходности и вот такие компании стоит покупать ну нужно лет на десять нормально лет на десять купить купить и забыть вот купить и забыть знаете да вот так вот работает ничего касать компании скорее всего не произойдет если не знаю не будет ядерной войны или как я уже сказал не знаю какой-нибудь супер технологии передачи данных без всего да или с одного устройства на другое устройство на любые расстояния без вот этой всей инфраструктуры такое возможно конечно но пока из области фантастики на мой взгляд поэтому вот компания ну ближайшие на лет 20-30 или более ничего на мой взгляд не может угрожать вот в общем компания мне нравится дивиденды платят и они будут увеличиваться это хорошо компания дешево оценена будущее прекрасно прекрасно рост прибыли выручки финансовое здоровье да есть некоторые скажем так сложности но это совершенно нормально для компании из этого сектора давайте посмотрим график к этой компании и так интересно конечно график такой вот с восемнадцатого года компания торгуется потом был сильный рост котировок на сто процентов с лишним и вот с 19 года мы видим постоянно падение 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 до января 22 году мы падали после этого мы ушли в боковик ушли в боковик опять же доходили до нижней границы 0 и 7 гонконгский доллар потом росли до 104 и что у нас моменте недавно входил отчет по прибыли точное попадание по выручке тоже практически точное попадание чуть-чуть лучше по выручке вышли по эта компания дивиденды компания забрать соответственно в мае 0 036 тысячных получается гонконгских вот этого доллара центов и так далее по индикаторам можно сказать что вот кстати компания интересная если большинство китайских компаний последний месяц последний месяц а падала падали то вот компания china tower у нас даже росла вот и индикатором как раз больше за коррекцию нежели за рост поэтому интересно конечно ну докуда она может падать сильно вряд ли будет падать но например процентов на 10 если она упадет был бы нормально вот и учитывая все таки довольно таки дешевую оценку отличная перспектива роста прибыли выручку рост дивидендов ежегодно то наверное мы можем сказать что это где-то вот в этом боковике то выгодная точка входа по этой компании хотя конечно я бы еще почитал про эту компанию вдруг какие-то у нее сложности есть почитайте обязательно новости а вот ну вот пока потому что я вижу очень интересная бумага и точка входа конечно же не такая идеальная как вот на 07 гонконгских доллара но тем не менее все еще дешевая и я думаю что здесь есть перспектива роста даже не только вот прибыли выручки но и в котировках то есть есть например зайдем хотя бы на доллар 30 гонконгский доллар 30 гонконгских центов то это было совершенно нормально а так наверное мы на полтора тоже можем пойти то есть прикольная идея на самом деле мы можем видеть и роста котировок и рост прибыли выручки и дивиденды хорошие которые будут расти и в общем куда не посмотри по этой компании то мне здесь прям все нравится вот что вы думаете вот пока из всех трех вот эта компания топчик на мой взгляд пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой компании возможно что-то вы про нее знаете чего не знаю я всем будет интересно а вот в общем компании мне нравится давайте переходите к следующему разбору и так четвертая компания в нашем разборе это хай дела у интернешнл холдингс компания занимается управлением сетью ресторанов и доставкой управляет рестораном китайской кухни под брендом хай дела он который специализируется на приготовлении горячих блюд компания также занимается продажей приправ и пищевых ингредиентов логистика и оптовая торговля консультация менеджера финансовый менеджмент представление пищевых исследований разработок и технологических услуг общем такая вот компания работает в китае гонконге макао тайване сингапуре вьетнаме малайзии индонезии южной кореи японии великобритании сша канаде и австралии то есть компания работает не только в китае хотя и здесь у него является как бы центр центр интересов в общем такая по сути международная компания в центре который находится китай и так начнем разбор этой компании начнем с финансового здоровья что можно сказать мы видим что долги очень сильно компания выросли и ну не особо-то сокращаются совсем чуть-чуть сокращались балансовая оценка у нас выросла очень сильно 2018 году и с тех пор она практически не меняется даже вот растет последние полтора года то есть ну есть некоторые проблемы с финансовым здоровьем в цифру компания 7 миллиардов юаней долга и кэш 7,3 миллиарда юаней то есть кэш и долги примерно равны вот такое не идеальное здоровье бывает и лучше бывает и хуже ну пока проблем нет что касается будущего здесь какое-то прямо превосходное судя по всему 54 процента прибыли в этом году ожидается по сравнению с прошлым годом на понятно вообще прошлом году компания уходила в убыточность и вот только сейчас под конец года она вышел небольшой плюс вот в 20 соответственно втором году компания была прибыльность 780 миллионов юаней а в двадцать четвертом году уже прибыльность будет 2 2,43 миллиарда юаней то есть большой рост ну тоже понятно почему китай открывается рестораны начинают заполняться прибылью ресторанов бизнеса увеличивается в общем тоже все понятно и в двадцать пятом году тоже будет соответственно будет роста прибыли и выручки чем все в плане прибыли выручки компания прекрасно все замечательно что касается текущих оценок давайте посмотрим так компания у нас еще видимо убыточная в рамках года раз уж нас здесь нету по на е да он отрицательно минус 23 но минус 20 это не минус 300 не минус там не знаю 200 и так далее то есть рядом с прибылью в этом году же будем прибыльные судя по прогнозу просту sales 2 и 8 средненько просту бук 13 8 дорого очень дорого понятно в общем такая средняя по оценке вот попросить тубу прям что-то очень дорого пасть sales нормально интересно но попросить у сел соответственно смотрим и она где-то в среднем по сравнению с конкурентами оцениваются и дороже и дешевле и компания попросил с дешевле чем среднем по сектору по мнению сервиса акции на 20 процентов дороже справедливый то есть сервис считать что акции должны упасть понятно дивиденды видимо компания не платят давайте посмотрим ну если и платить то меньше процента но дивиденды будут расти хотя они все равно будут очень незначительные меньше процента вот что еще добавить в общем по метрикам такое что-то дорого что-то дешево по будущему все прекрасно давайте посмотрим по графику эту компанию так а значит мы видим что компания торгуется с восемнадцатого года и сот с 21 года было существенный обвал как по многим китайским компаниям акции падали аж на 88 процентов и наверное многие бы сказали что это уже компания банкрот но не тут то было компания вырастал после этого на 140 процентов как вот и весь китай нас рос и что можно сказать по текущему моменту все индикаторы за коррекцию вероятно мы можем сходить примерно на 19 гонконгских долларов куда-то вот сюда двухсотдневные будет расти а это будет падать и где-то вот они в этом районе еще раз встретятся и наверное после этого продолжится рост соответственно компании нужно показать по факту рост прибыли выручки вот судя по всем 29 марта компания будет отчет но это нужно перепроверять на официальном сайте для инвесторов до этого компании отчета выходили хуже ожидания но это к видный год и всякие репрессии китая были отчеты у нас до этого периода выходили то лучше то хуже дивиденды платили ну понятно ну что можно сказать по этой компании скорее всего здесь все таки за рост больше чем за падение в моменте мы должны скорректироваться примерно 19 а потом будем еще раз тестировать вот 24 спойных гонконгских долларов если их пробиваем то следующий уровень сопротивление будет районе 36 долларов то есть я думаю что мы сначала сходим вот где-то браин 18 с половиной гонконгских долларов а потом вот этот потестируем выйдем выше потом еще раз все потестируем весь по минуточку по находимся потом пойдем вот сюда то есть где-то сто процентов роста потенциал есть а вот что касается далее то будет зависимость конечно от того как компания будет показать свои квартальная отчетность если действительно будет рост на 50 процентов по прибыли то можем и выше пойти на 54 гонконгский доллар в общем то я тоже бы не удивился общем компания мне кажется интересной но такой не самый дешевый но наверное это связано с тем что предыдущий год был плохой компания уходила в убыточность в этом году я думаю все будет намного лучше и в этом и в следующем году поэтому вероятно сейчас компании находится на своем где-то дне хотя мы и ниже были в районе 10 гонконгских долларов вот и думаю что в рамках несколько лет скорее всего мы увидим существенный рост по этой компании учитывая вот эти прогнозы какие у нас есть вот то есть компаниями тоже понравилось и давайте переходить к последней компании итак последняя компания нашим сегодняшнем разборе это куска shipping с холдингс компания занимается контейнерными перевозками контейнерными терминалами и другими видами деятельностями связанными с терминалами в сша европе атр материком китай и за рубежом компания работает в сегментах контейнерных перевозок и терминального бизнеса предлагает экспедирование и транспортировку грузов фрахтование судов морские перевозки управления судами укомплектование персоналом и линейное агентство вот такой бизнес компания нет компании уже раньше разбирал сразу могу сказать что у компании очень даже хорошие финансовое здоровье но основная проблема эта компания огромное падение прибыли и выручки вот компания какие-то неимоверно большие дивиденды якобы платят но думаю что они будут сокращены скорее всего из-за падения прибыли и выручки ну ладно давайте посмотрим все в деталях и так финансовое здоровье у компании мы видим большой рост с 21 года по 22 год очень прям мощно был рост прибыли то есть мощный рост балансовые оценки компании и сокращение долга с 2018 года тоже постоянно шло в цифру в компании 67 миллиардов юаней долг и 298 миллиардов юаней кэша то есть кэша примерно в четыре с половиной раза больше чем долго то есть пока все выглядит очень неплохо и давайте переходим к самому главному моменту по этой компании вот ожидается падение прибыли на 62 процента и падение прибыли продолжится и в следующие года то есть у нас вот на пике 22 года компания зарабатывала 118 практически 119 миллиардов юаней а вот концу двадцать четвертого года уже будет двадцать три с половиной миллиарда юаней то есть представляете до 108 119 и 23 огромное падение прибыли у эта компания выручка тоже будет таким же образом сильно падать поэтому я бы скажем так не удивился если бы мы например какому 26 27 году вернулись тем же уровнем где мы были в девятнадцатом двадцатом году в районе 6 7 8 миллиардов юаней прибыли они вот этих вот 23 или даже 100 120 вот то есть компания ожидается огромное падение прибыли выручки это большой такой жирный минус для этой компании а дивиденды компания якобы платят и 27 процентов сейчас но я думаю что да вот ожидается обвал этих дивидендов около 8 процентов в этом году около пяти с половиной в следующем году и с одной стороны как бы восемь процентов это тоже немало да но учитывая что компания будет и же квартальное сокращение прибыли выручки на чем будем все время падать и падать и падать то даже вот эти восемь процентов кажется совершенно неинтересными потому что будут время падать котировки и если сейчас говорят про 8 процентов то почему бы их не сделать не знаю 4 процента если мы будем продолжать все время падать и падать и падать вот поэтому я советую держаться подальше от этой компании сразу могу сказать вот то что касается метрика цены какой-то компании по на е нас один практически бесплатно дают компанию просту sales на 3 дешево прайс тубук дешево все очень дешево и понятно почему потому что компании будет огромное падение прибыли выручки несколько лет подряд компания оценивается дешевле чем все конкурирующие компании оценивается дешевле чем ценим по рынку сервис считает что она перекуплена практически на на 42 процента то есть ожидается падение стоимости акции что тоже вполне логично вот ну наверное по этой компании все давайте теперь посмотрим график что мы здесь видим значит компания в 2020 году стоила доллар 46 центов гонконгских потом вырастала на тысячу сто процентов тысяч сто процентов выросла и с этого времени начинает падение которое все время падаем падаем не останавливаясь уже упали на 55 процентов со своих хаев что нас моменте моменте у нас индикаторы за коррекцию за падение то есть скорее всего мы пойдем как минимум к 770 вот то есть такая компания скорее всего для шарта более пригодна чем для ланга и никаких долгосрочных инвестиций сюда я прям не посоветую вот то есть давайте так мое мнение мы вернемся вот в район трех четырех гонконгских долларов ближайшие знаю два-три года по этой компании или быстрее вот поэтому идея слонгом здесь не катит и дивиденды совершенно какие бы они не были привлекательными не стоит покупать потому что я все будет падение 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 вот когда мы вернемся к этому уровню там 23 гонконгских доллара через несколько лет возможно стоит рассмотреть почему собственно компания так сильно росла понятно что компания занимается грузоперевозками морскими наверное многие слышали что был ажиотажные спроса на морские перевозки особенно в китае из киски с китая да и вот это перевозки общем безумно дорого стоили на этом собственно компания и заработала огромные деньги компания соответственно росла по своим котировкам и тут как бы есть один такой момент потенциал возможность скажем так возможность чем может вырасти компания если она вот деньги которые заработала будет каким-то образом инвестировать диверсифицировать свой бизнес вкладывать какие-то новые направления не знаю в энергетику пойдет или какие-то другие направления общем если она пойдет и скажет что вот ребята у нас новое направление бизнеса мы там открыли такое-то направление какое-то направление купили кого-нибудь и нас ожидается вот там по таким-то причинам рост прибыли выручки тогда действительно может быть все хорошо но это пока только вилами на воде есть больше мое размышления поэтому если такого не случится то мы увидим и 2 и 3 гонконгских доллара очень даже спокойно на мой взгляд а вот поэтому я выдержался подальше знать будущее я не могу никто наверное не может кроме тех кто работает в этой компании вот поэтому не рекомендуем давайте подведем итоги по тем компаниям которые я сегодня разобрал и так сегодня разобрал пять компаний больше всего не понравилась компания чайна tower corporation компания имеет недорогую оценку не все адекватно и и тематике с финансовым здоровьем конечно долг гораздо больше чем кэш но и обычно я говорю что такие компании я не разбираю но не в этом секторе в этом секторе у компании имеет долгосрочные контракты с другими компаниями ожидается рост прибыли в районе 16 процентов и это будет много лет подряд эти компании ничего не урожает сможет спокойно платить дивиденды которые будут расти если купить сейчас то через несколько лет уже будет не 4 процента а около семи то есть все прекрасно и эту компанию стоит держать так лет на 10 или около того поэтому если вот долгосрочный инвестор то эта компания как раз подходит под эти цели на мой взгляд но нужно еще почитать повнимательный проект компанию почитать новости изучить нет ли у них каких-то проблем не знаю государством и еще с какими-нибудь не знаю конкурентами общем изучите поподробнее эту компанию я рекомендую второе место я поставил компанию деятельность ресторанов это хай дивау интернешнл холдинг с компаниями кажется интересно перспективный чем-то мне напоминает все отношения китайские интернет компании alibaba и пшоп пин дуду и так далее которые сильно попадали но очень перспективную не все хорошо с финансовым здоровьем и так далее тот компания на это вот их и у компании просто какой-то гигантский потенциал роста прибыли в этом году около 50 процентов или более вот то есть очень на мой взгляд интересная компания тоже стоит ее поподробнее поизучать посмотреть нет ли у нее тоже каких-то проблем новостях так далее вот то есть вот эти две компании china tower и хай дивау интернешнл мне понравились остальные компании вот такие как чайный oil field и china tourism group duty free они просто прекрасные конечно но очень дорогие поэтому я их не хотел бы рассмотреть на покупке то есть них тоже все хорошо но они просто дорогие и куска шиппинга на мой взгляд держите подальше вот такие выводы закончу я разбор 35 китайских компаний с листингом на гонконге который месяц назад пелись на санкт-петербургской бирже если появятся новые компании там буду разбирать их и далее поставьте лайк за проделанную большую работу думаю если я их не разберу то никто их не разберет скорее всего российском интернете на российском на русском языке в общем такая очень важная нужная информация думаю всем это было полезно кто инвестирует в гонконг и так на этом все пишите комментарии ставьте лайки и всем до следующего выпуска